Добрый день, друзья! На выходных предлагаю испечь вкусный нежный яблочный пирог. Он прост в приготовлении, получается сочным, мягким, бисквит воздушным и в разрезе выглядит, как пирожные с яблочной прослойкой. Давайте начнем с начинки. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Я взяла 4 яблока, потому что они у меня очень крупные, а средних понадобится 7-8 штук. Теперь тертые яблоки перекладываем в сковороду. Разравниваем их, добавляем 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки сахара и, по желанию, чайную ложку молотой корицы. Тушим яблоки на огне чуть выше среднего, до того момента, пока не выпарится вся жидкость. Обязательно помешиваем, чтобы яблоки не подгорели. Ну а когда вся жидкость выпарилась, в 40 мл прохладной воды высыпаем столовую ложку крахмала. Перемешиваем до полного его растворения и вливаем в яблоки. Перемешиваем и держим на огне еще пару минут. Все, яблочная начинка загустела, теперь ее отставляем в сторону и займемся тестом. В миску разбиваем 5 крупных яиц, добавляем щепотку соли, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара. Взбиваем миксером до пышности и посветления в течение 7-10 минут. Масса должна хорошо увеличиться в объеме. Далее вливаем 50 мл молока комнатной температуры, перемешиваем, а также добавляем 120 мл растительного масла без запаха. Снова перемешиваем миксером на средних оборотах. Высыпаем половину муки из общего количества, муку обязательно просеиваем и добавляем чайную ложку разрыхлителя. Вмешиваем сухие ингредиенты либо лопаткой, либо миксером, но на самой слабой мощности, чтобы сохранить воздушность теста. Высыпаем вторую часть муки и снова хорошо все перемешиваем. Всего понадобится 250 г муки. Форму простилаем бумагой для выпечки и выливаем половину теста. Оставшееся тесто просто оставляем на столе. Форма у меня размером 24 на 30 см. Разравниваем тесто по всей форме и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Бисквит слегка подрумянится и будет упругим. Достаем его из духовки и сверху равномерно распределяем остывшую яблочную начинку. Вместо яблочной начинки можно взять любой густой джем, творожную начинку сделать, либо маковую начинку. Все зависит только от вашего вкуса. Теперь на яблоки выкладываем оставшееся тесто и разравниваем его. Воздушность и легкость бисквита напрямую зависит от взбитых яиц, поэтому не упускайте этот момент и взбивайте яйца как можно лучше. Ставим пирог выпекаться в духовку при той же температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной зубочисткой, которая на выходе должна быть чистой и сухой. Достаем пирог из духовки, даем остыть прямо в форме. Затем перекладываем на поднос или тарелку подходящего размера. Аккуратно отделяем бумагу от боковой части пирога, сверху кладем поднос и переворачиваем пирог. Снимаем бумагу, снова кладем сверху поднос и снова переворачиваем. Пирог прекрасно держит форму и с ним ничего не случится, не переживайте. Присыпаем сверху сахарной пудрой и разрезаем на порционные кусочки. Вкусный, пышный, ароматный, он нравится всем и гостей встретить с таким яблочным пирогом не стыдно. Пробуйте и если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!